Не успел ЦСКА разуверить всех в том, что команда переживает игровой кризис, как на его голову обрушилась очередная напасть. На этот раз беда пришла оттуда, откуда ее меньше всего ждали. В работу армейского клуба самым непосредственным образом вмешалось родное для клуба Министерство обороны, решившее реформировать спортивное общество ЦСКА. Отвлечь внимание общественности от положения, в котором оказалась команда и Андрей Воронцевич в частности, волей новой директивы Генштаба, сменивший баскетбольный мяч на автомат, не сумел даже выход ЦСКА в четвертьфинал Евролиги. Победа нашего клуба над турецким Фенербахче в свете последних событий отошла на второй план. Вот и пришлось главному тренеру армейской команды, как бы это ему не хотелось, после матча говорить не столько об игре, сколько о сложившейся ситуации. Я больше не хочу говорить на эту тему, потому что я не знаю, что сказать. Я приехал из другой страны и мне, как иностранцу, сложно понять эту ситуацию, поэтому мне проще помолчать. Не может себе подобного представить в своей родной Словении и капитан ЦСКА Матьяш Смодиш, который впервые в жизни сталкивается со столь необычной ситуацией. Андреев в этом году, как попал в ротацию, все лучшие-лучшие играют и, конечно, потерять игрока, который нам важен в российском чемпионате, как в Евролиге, это тяжело. Удивление эта ситуация вызвала и у экс-игрока ЦСКА Мерсада Туркана, который...